В Шадринске 7 марта оценили уборку во дворах многоквартирных домов, очищение крыш от наледи, своевременный вывоз мусора, а также общее содержание жилфонда управляющими компаниями и ТСЖ. Во внеплановой инспекции по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Вадима Шумкова и главы Шадринска Людмилы Новиковой приняли участие первый заместитель главы города Виктор Ермишкин и руководитель комитета городского хозяйства Анатолий Сычугов. Для проверки были выбраны несколько дворов, которые обслуживают разные управляющие компании. Мы обращаем внимание на всю придомовую территорию, которую обязаны содержать управляющие компании. Это, соответственно, выход из подъезда, крыльцо, тротуар, так называемая пешеходная зона перед крыльцом и, соответственно, проезжая часть внутри домовая, где проезжают машины или подъезжают. То есть это все должно быть очищено от снега полностью. Устанавливается положительная температура. Не менее актуальная тема – это сосульки с крыши, то есть нависание снега и сосульки. То есть на этом мы тоже акцентируем свое внимание, ставим задачу управляющим компаниям, чтобы убирали снег, сбивали сосульки в избежание несчастных случаев. Во дворе дома номер 35 по улице Свердлова к проезжей части у проверяющих претензий не возникло. Накат снят, территория очищена, но сугробы складированного снега из двора не вывезены. Как пояснила Елена Портнова, на обслуживание ее управляющей компанией 45 домов. Дворники ежедневно, кроме субботы и воскресенья, если снег не падает, они выходят и работают. Мы привлекаем в этом году еще и технику. На сегодняшний день с помощью техники у нас очищено 11 дворовых территорий. Планируем мы дальше продолжать эту работу. Кроме того, 230 кубов снега вывезено уже с дворовых территорий. Комсомольская, 21, еще один адрес, который обслуживает русский дом. Здесь на уже очищенный двор с крыши балкона обвалился снег. Елена Портнова пояснила, что за скоплением наледей на балконах собственники должны следить самостоятельно. Ежегодно мы развешиваем объявления о том, чтобы жители следили, есть ли у них наледь на этих переустроенных козырьках сосульки. И просим их убирать самостоятельно, потому что управляющая компания за переустроенные балконы ответственности не несет. Как шадринцы сами следят за своими домами, видно по работе ТСЖ. На Свердлова 54, 56 и 58 они определяют фронт работы, нанимают дворников и технику. В результате существенных замечаний нет ни у проживающих, ни у проверяющих. Главной проблемой шадринских дворов каждую весну становится внутригородской поводок. Если территория находится в низине, а снег не вывозили, воде некуда уходить. Этой зимой осадков выпало выше нормы, и работы дворников недостаточно. Сейчас ни одной управляющей компанией города Шадринска, я хочу заметить, что своей техники нет. Конечно, мы нанимаем ее обязательно. Вот где в первую очередь у нас большие скопления снежных масс, где нет, будем говорить, отвода там вот этих вот припотайки, как бы они вот эти вот дома уже у нас сформировались, мы знаем, где это нужно в первоочередное делать, то есть мы это будем выполнять. Виктор Ермишкин отметил, что сейчас управляющие компании заключают договоры с частными организациями по привлечению спецтехники. Но уже проработан вопрос договорных отношений с муниципальным предприятием «Спецавтотранс». Дом номер 35 по Красноармейской обслуживает управляющая компания «Жилсервис». Даже в рабочее время двор заставлен автомобилями. Вечером машин еще больше, что осложняет работу, отмечает руководитель управляющей компании. Повторюсь, у нас есть графики, объявления обязательно. Старших по домам, слава богу, как бы мы, они есть активные люди, мы уведомляем, но не всегда мы находим отзыв. А жители в свою очередь не находят отзыв, когда требуют элементарных вещей от обслуживающих организаций. Почистить тротуар после снегопада или обработать его противогололедной смесью, убрать сосульки с крыш. Специалисты напоминают, если управляющая компания не реагирует на обращения, не исполняет свои обязанности надлежащим образом, необходимо направить письменное обращение в государственную жилищную инспекцию. Это станет основанием для внеплановой проверки деятельности управляющей компании. А внеплановые рейды руководства администрации Шадринска по оценке работы управляющих компаний будут продолжены.